Всем привет! Мы продолжаем играть в террарию. Я вернулся в свой дом, закончил фарм данжа. В данже там оставалось по большому счету еще несколько сундуков. Из самых значительных достижений я вот нашел Blue Moon, голубая луна. Это такая булава, как у нас была, только более мощная. Следующим образом она выглядит. Вот так же я, как и обещал, показываю, что я настроил здесь в доме. Во-первых, я построил крышу, как и обещал, из медных кирпичей. Небольшой чердак здесь с окном. На чердаке я посадил растение вот здесь. Это ночной цветок, не помню, как точно он называется. Цветет только ночью. В этих горшках стандартные цветы, это неинтересно. Также вот здесь такой же, по-моему, ночной цветок. Давайте посмотрим зайцы. Вот, посмотрим по сундукам. Да, еще я модифицировал двери. То есть теперь у нас не двери, а такие вот, как бы, открывающиеся кнопочкой. Даже не знаю, как их назвать. То есть здесь активные блоки стоят и проводка от кнопки идет. Также я поменял лампу. Повесил лампу из данжа в комнатах НПС. Ну, модифицировал за свою комнату, построил шкаф книжный, рояль. Все это, как бы, не функциональные вещи, просто для красоты. У НПС тоже я закрыл дверью, чтобы они не лазили. Как бы, не падали. Посмотрим сундуки. Так, это новый сундуки, тут ничего нет, оружие. И вот мы нафармили оружие. Мурамаса. Неплохая, но она пойдет на крафт, скорее всего. Скипетр. Магическая палка неплохая. Еще один скипетр, один из них можно будет продать. Так. Еще одна Мурамаса. Вот эта пойдет на крафт. Гарпун я выложил. Семена различные. Статуи здесь я сложил все. Зелья. Вот самые ценные зелья, это зелья гравитации. С помощью которых я, наверное, буду искать острова. Летающие тут слитки. И вот, кстати, давайте сразу попробуем. Скрафтить крутой пистолет. Вот он. Вот он, родимый. Феникс Бластер. 23 урона. Это всего 14. Я его, пожалуй, скрафчу. Так. К нему нужны пули. Мы их сейчас купим у оружейника. Здесь у нас ничего особо нового. Здесь тоже. Да, деньги вот у меня появились. То есть я притащаю вот эти деньги из данжа. И, наверное, сейчас куплю мини-акулы. Вот. Давайте прямо сейчас и займемся этим. Где у нас наш домное снаоружение. Также я хотел показать, что вот после убийства скелитрона мы можем купить сейф. Он действует так же, как и свинья-копилка, но его не нужно выставлять на поверхность. То есть можно на любой пол его поставить, на любой камне. Довольно удобно. Вот наш оружейник. И у него появились в продаже вот такие вот части. Легальная часть оружия. Она необходима для крафта более мощное оружие. Сейчас не помню, честно говоря. Но стоит очень дорого. Пока что мне не по карману. Я куплю мини-акулу только. Можно сравнить. У меня кулы дамаг 6. Но. Очень быстрая скорость. А у Феникс Бластера дамаг 23. Сразу куплю пули. Наверное, вот эти вот. По кончику. По максимуму. Затарю с пулями. Максимально в слоте 250. Для вся 4 слота забью пули. Подлагивает, конечно. И мы сможем прямо сейчас проверить, как действует наше новое оружие. Ссылка. В серебряной кулы, по-моему, появляется только в момент кровавой луны. В остальное время, по-моему, их нет в продаже И мы как раз пользуясь случаем, затаримся Также я планирую скрафтить все-таки ночное лезвие Меч такой И для крафта мне не хватает только травяного меча Придется наведаться еще в джунгли Но чуть позже Вот, мы затарились пулями Тысяча патронов у нас И давайте сравним Сначала я использую мини-акулу Вот таким вот образом А потом пистолетик Мы видим, что урон, конечно, значительно больше Но не такая скорострельность То есть приходится нажимать каждый раз, чтобы выстрелить А у мини-акулы отличие в том, что не нужно нажимать каждый раз на кнопку мыши, чтобы стрелять То есть один раз зажал и все Также, наверное, многие знают, что мини-акула нужна для крафта Вот, мы видим, что из мини-акулы крафтится мега-акула Как раз вот для этого и нужны вот эти вот части За 75 золота И здесь вот душа Soul of Might Душа чего-то Это ингредиент, доступный в хардкорном режиме После убийства в стене плоти Ну, а это плавник акулы Он, они, эти акулы, летают в океане На краю мира Также мы можем сделать звездную пушку Метеорит Бар, 20 штук и 5 звезд Может быть я ее сделаю Здесь урон 57 Здесь урон 23 Но Здесь не подбрасываем Вот это вот оружие нам доступно уже сразу А мега-акула будет доступна только после убийства в стене плоти Поэтому я сейчас мини-акулу выложу Мне она сейчас особо не нужна Вот И, наверное, сейчас мы с вами наведаемся в ад Потому что там у меня Сначала я затарюсь снова пулями Там у меня невскрытый сундук остался Ну, сейчас его вскроем И посмотрим, что там с ценного найдем Заводишко надо выложить Обязательно Потому что в аду Мы знаем, что нас могут Очень сильно обидеть Так, еще я хотел показать Вот здесь мы видим горшки С ростками Первые три или четыре Это ночные цветки А последние Это обычные камеры Цветы, которые сажаются семенами Ну, я их выращиваю Потому что вот эти ночные цветки Нужны для крафта зелий Давайте отправимся вниз Там у меня еще одна ферма Довольно глубоко Вот здесь у нас гременная ферма Я засеял Здесь семена Грибов И мы видим, что Распространяется Вот этот посев И на вот этой вот грязи Растут грибы Чтобы получить такую ферму Необходимо выполнить ряд условий Во-первых, ферма должна располагаться Ниже уровня моря То есть ниже нуля Высоты Высоту я определял Головиномером Я его скрафтил Сейчас я вам покажу Вот мы видим, что зацвели цветы Вот они Эти цветут днем Мы можем их собрать Сразу получаем семена И сам цветок Семен получаем больше, чем засеяли реально Поэтому я сразу же сею их обратно Пока горшков у меня больше нет Ферма эта будет, конечно же, развиваться Так, семена Бережу сразу Цветы И я обещал показать глубину меры Вот он Он Ставится в слот Аксессуаров И показывает, видимо, глубину Это уже высота Если мы сейчас упадем в лист То цифры будут уменьшаться Потому что он мне не нужен Я его должен Так, и идем в ад Наконец-то Наступил день Мы можем безопасно Дойти до ада Не нужно спрашивать у меня В комментариях Что из чего я накрафтил Рецепты все есть в интернете Смотрите Ничего там такого заумного нет Все доступно Падаем, падаем Так, ну здесь тропинка уже схожа Если я закосячил свой проход Слил туда лаву Что-то пиздох там И опять я забыл ведро Да что ж такое Вообще не судьба Видимо, мне пойметь Цветы Так, где-то здесь Вот, фаерблосом Эти тоже, кстати, можно разводить Только нужно таскать лаву наверх Ну Супериор Дарк Лакс О, восстановление маны и здоровья Метеоритные слитки Круто Зелье восстановления маны И еще одно полезное зелье Устойчивость и клави Если только я помню Здесь мы можем захватить Куклу-Луду Так, да Да, ну и в принципе все Нам здесь больше ничего не надо Давайте посмотрим, что мы можем Крафтить из метеоритных слитков Во-первых, метеоритные пули Но из простых пуль Несеребряных Это световые мечи Разных цветов Вот интересное тоже Интересное оружие Космический пистолет Он расходует ману Не используя пули Если бы у нас был комплект Метеоритной брони И этот пистолет То он как бы не расходует ману Это особенность такая Бесконечный по сути Запас Пуль Как бы Но небольшой урон 17 всего Дамага Также, естественно, броня Метеоритная Нам на нее не хватит Она беспонтовая К тому же Смысла крафтить ее не вижу Неплохие мечи Вот эти световые Но у нас Уже круче Поэтому я пока что Отложу эти Светки И, видимо, они пойдут На крафт Пуль В общем-то, на этом Я, наверное, очередной сюжет Закончу Получился такой Больше описательный Давайте еще проверим Вот это оружие Оно это пика Обычная В общем-то Но неплохой дамаг Оставлю ее Всем спасибо за внимание В следующем эпизоде Я, скорее всего, пойду в джунгли Всем пока